Дело об убийстве Бориса Немцова рассмотрит суд присяжных. Такой формы слушания добивались все обвиняемые. По словам адвоката, его подопечный рассчитывает на милосердие и человечность простых людей. Здесь есть свой плюс, потому что присяжные заседатели это будут обычные люди, такие как мы с вами, которые будут подходить к этому вопросу чисто с человеческой стороны, без всяких конъюнктур властных, политических. Поэтому я думаю, обычные люди лучше поймут и объективно оценят все доказательства, которые имеются в деле. Спокойно, четко и по-деловому обвиняемые подробно и без эмоций рассказали следователям, как планировали убийство, караулили Немцова, почему не тронули спутницу политика. Давайте посмотрим фрагмент этого допроса. Допрос дополнительный в качестве подозреваемого. Назовите, пожалуйста, свою фамилию и имя отчества. Дадаев Заур Шарипович. Можно погромче и почетче, пожалуйста. Дадаев Заур Шарипович. Заур Шарипович, дата вашего рождения? 15.08.1982. Скажите, пожалуйста, что вы можете, Заур Шарипович, показать по существу возникшего в отношении вас подозрения? Что? Могу все сказать, как было, как есть, как было. Ну хорошо, мы вас слушаем. В 2015 году, 7 января, во Франции, была опубликована газета с карикатурой Мухаммеда Пророка. После этого там произошло убийство. Но несмотря на все это, Немцов поддержал карикатуры и хотел опубликовать на территории Российской Федерации. Приехал я в Москву где-то числа, наверное, 10-11 января. И с тех пор начали следить. Следили, когда он уходит на работу, когда он приезжает, куда, что, когда, все так. И это все продолжалось до 27 февраля. Этим занимался непосредственно я. Со мной, мне помогали в этом Шавану Бесик и Губашу Анзор. Его видели всего мы три раза. И то не видели мы его недосягаемости, на расстоянии мы его видели. Был народ, много было народа. Было вечером, ничего мы не сделали, оставили, ушли. Вот 27 февраля, в тот вечер, мы приехали. И стояли, стояли, стояли. Позвонил Беслан, сказал, что он передвигается, вышел, я его вижу, он идет в какое-то направление, какого-то кабака. Но он тоже не знал название кабака этого. Он в кабак пришел сам, оттуда встретился, там же встретился с девушкой, а с кабака они уже с девушкой вышли. Я его, короче, видел уже, когда было метров, ну, 20-30 расстоянием было между нами. Я его начал догонять быстрым шагом. В момент убийства, я сам левша, в момент убийства левый был, а оружие вынималось правой рукой. То есть, вы можете ли вы показать, как вот это было сейчас? Вот так вынул, вот так взял в левую руку, из левой руки в руке, где-то на расстоянии 5 метров, сделал три выстрела. Когда я сделал три выстрела, он уже упал. Когда он падал, он же за собой потянул эту девушку. Девушка, так как непричастна и не имеет никакого к этому дела, девушку не стала трогать. Короче, когда он падал, он потянул девушку за собой, я уже перебегал. Машина сравнялась, сделал три выстрела на расстоянии 5 метров. Машина проехала. Я отскакивал. Какая машина? Вот эта мусороуборочная. Машина проехала. Я проскакивал, вижу, тот поднимается. Не подходил, как было, так и сделал опять еще три выстрела. Машина проехала.